В этом году Subaru Legacy празднует юбилей. На мировом рынке данный образец японской практичности появился 19 лет назад. Но если брать за основу лет исчисления выпуск первого автомобиля на японском рынке, то с этого момента прошло уже 20 лет. Вместительные, недорогие и при этом с полным приводом автомобили сразу же обрели множество поклонников во всем мире. Идеальный вариант для семейных людей со средним достатком, проживающих в гористой местности, а это примерно две трети европейцев. За возможность уверенно передвигаться зимой и летом потребители готовы были простить и скромную отделку интерьера и слегка необычный дизайн. Главный секрет Subaru, пожалуй, грамотная ценовая политика и определенный консерватизм. За несколько поколений автомобиль не только вырос в размерах, но и стал более престижным, ведь современные владельцы предъявляют все больше требований. За что любят Legacy в России, мы решили узнать у представителей российского Legacy-клуба. Почему Subaru? Ну потому что много же, когда дети маленькие были, всегда смотрели, как Коля Макрей ездил на ралли, побеждал. Всегда, конечно, была мечта какая-нибудь Subaru полноприводная. Все машины, в принципе, достаточно красивые были тогда. Очень удобная машина, информативный руль, очень хорошая подсадка, все рядом находится, механика. Автомат, в принципе, у них достаточно не очень такой быстрый, он немного тупит, но это любая специфика автомата. Одна из проблем в Legacy, как я говорил, в принципе, недостаточность тормозов. Даже для обычного движения они начинают бить и приходится менять диски. Я решил просто пойти немного другим путем не менять тормозные диски, колодка, а поставить другую тормозную систему. Одна из фишек Subaru в том, что у нее двери без рамок. Есть, конечно, минусы в том, что зимой скрипят, потом попадает грязь, но, в принципе, если силиконом смазать ее, то проблем, в принципе, таких больших не будет. Но зато очень интересно, когда открываешь дверь без рамок. Как из минусов еще Subaru именно в России? Это очень дорогое техническое обслуживание официальное. Вот так машину покупал с самого начала здесь, с нуля в Москве, то было предложено гарантийное обслуживание трехлетнее. Но в связи с тем, что было произведено очень много изменений на машине, я решил, что не так важна гарантия, как машина достаточно прочная. В принципе, здесь сломаться, ну, мало чему есть. Сравнив с другими машинами, если многие говорят, что вот минус Subaru тем, что дорогое обслуживание, если не обслуживаться у официального сервиса, то она будет очень дешевая машина обслуживание. У европейцев другие запросы. Для них наравне с хорошей управляемостью и комфортом очень важна экономичность. Именно поэтому на некоторых рынках, таких как французские, преобладают автомобили с дизельными двигателями. Над опозитным дизелем Subaru собьются уже давно, но на серийных машинах дебютирует он только сейчас, на новой Legacy. Успех автомобиля на европейском рынке без наличия в линейке дизельных моторов практически равен нулю. У Legacy такие моторы есть, опозитные дизельные двигатели Boxer. Характерная черта, если посмотреть на автомобиль внешне, это вот такая прорезь, так же как и на турбированных машинах. К сожалению, пока что такие автомобили к нам в России не поедут. Как не приедут к нам и автомобили в кузове Universal? Ну, как говорят сами представители, от продажек на российском рынке этих машин никто не отказывается. Дело в том, что здесь возникает конкуренция внутри самого бренда. Большой багажник, полный привод, все это хорошо, но эти преимущества есть у другой модели, о которой мы говорили совсем недавно, это Subaru Outback. Поэтому люди доплачивают совсем немного, получают все то же самое, но только с увеличенным дорожным просветом и с большими внедорожными возможностями. Именно поэтому автомобили попросту у нас не идут. Universal очень напоминает и седан, и в то же время Outback. По начинке это, конечно, седан, по оформлению задней части, багажника, Outback, все те же системы, раскладывание кресел, крючочки, петли, все тут есть. Единственное, чего не хватает, это рейлингов на крыше. Понятно, что универсалу они, в общем-то, очень и очень нужны. Зато есть вот некие технологические отверстия, поэтому можно при желании сюда поставить эти самые рейлинги или багажники других производителей. Если поставить рядом Subaru Outback и универсал Legacy, найти 10 отличий будет довольно сложно. Если не брать особенность комплектации, то это отсутствие в линейке шестицилиндрового атмосферника 3R6R в паре с пятиступенчатым автоматом от Rebecky. Ну и, конечно же, другая подвеска, которая обеспечивает небольшой дорожный просвет, всего лишь 15 сантиметров, в то время как клиренс Outback 21 сантиметр 3 миллиметра. В остальном универсал столь же вместительный и практичный, но главное по сравнению с Legacy Outback кажется громоздким и неповоротливым. Да, бездорожье можно забыть, но на трассе и грунтовках по остроте управления по информативности руля Legacy наглую впереди своего внедорожного собрата. Как мы уже говорили, дизеля в ближайшее время у нас не будет. Тем не менее, мы все-таки решили взять на несколько минут вот эту машину и прочувствовать, что же из себя представляет уникальный оппозитный дизель-боксер. Признаюсь, дизеля — это моя страсть. Есть опыт владения дизельным автомобилем на протяжении довольно долгого времени и только одни позитивные эмоции. Запускаем мотор, даже здесь в салоне ощущается звук этого двигателя. Здесь навигация, приятно. Выставляем маршрут. Ну что ж, можно ехать. Итак, в нашем распоряжении первый в мире автомобиль с оппозитным двигателем на тяжелом топливе. Характеристики этого четырехцилиндрового мотора следующие. Максимальная мощность 150 лошадиных сил при 3600 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 350 ньютон на метр в диапазоне от 1800 до 2400 оборотов. Трансмиссия шестиступенчатая, механическая, тип привода полный. Максимальная скорость — 206 км в час. Разгон с нуля до 100 км занимает 9,6 секунды, что всего на одну десятую медленнее, нежели бензиновая двухлитровая версия с такой же механикой. И на целых восемь десятых быстрее, чем бензиновая версия с атмосферником 2,5 литра и с вариатором линиатроник. Дизель — самый маломощный мотор во всей линейке, всего лишь 150 лошадиных сил. А так этот недостаток слегка покрывается, во-первых, хорошим запасом крутящего момента 350 ньютон на метр. И более того, шестступенчатая механика, которая слегка компенсирует все эти недостатки. Механика неожиданно понравилась. Коробка очень четкая и короткоходная, что позволяет быстренько переключать передачи. К тому же их здесь шесть, что будет очень полезно на автобане. Выбрал нужную передачу, шестую, встал и с хорошей кресорской скоростью можно двигаться дальше. Моментальный мгновенный расход топлива показывает 7,8 литра, причем на протяжении всего пути. Двигатель очень эластичный, поэтому даже на выбранной, скажем, четвертой передаче или третьей можно ехать в довольно широком диапазоне скоростей. Механическая коробка здесь не только очень четкая и приятная в обращении, но еще и умная. Если вы забываете переключиться на передачу повыше, то вот на дисплее, где отображаются числа, значения передач, будет возникать такая стрелочка, которая будет показывать вам вверх, мол, давай переключайся на более высокую передачу. Зачем сделана здесь такая подсказка, непонятно, но все равно приятная мелочь. Благодаря слаженной работе дизельного агрегата и механической коробки вождение доставляет истинное удовольствие. К сожалению, на рынках стран бывшего СССР появление дизельных автомобилей Subaru в ближайшее время не планируется. К сожалению, горизонтально-оппозитный дизель-боксер, наша последняя разработка, которую так долго ждали в Европе, пока что не актуальна для России. Это связано с тем, что тема экономии топлива для вашей страны пока не стоит столь остро, как для Европы. В то же время качество вашего дизельного топлива оставляет желать лучшего. Например, немецкие и французские производители владеют сейчас проверенными технологиями, которые позволяют моторам работать на плохом топливе. Мы же сейчас на шаг впереди, и в то же время наши новейшие технологии не позволяют нам сделать шаг назад. Наша техника находится на следующем уровне, поэтому в ближайшее время приход в Россию автомобилей Subaru с дизельными моторами не планируется. Что верно, то верно. В России с трудом, пытающиеся соответствовать Евро-3, зеленые лозунги долго еще никого не проймут. Дизеля и универсалы для нас в неопределенном будущем. Настоящие это седан. Моторы исключительно бензиновые, начиная с обычного двухлитрового, заканчивая версией 2,5 турбо. Мощность двухлитрового мотора всего 150 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 196 ньютон-метров. Разгон с нуля до 100 километров занимает 9,5 секунд. Средний расход топлива при смешанном цикле 8,5 литров на 100 километров. Максимальная скорость 210 километров в час. Турбированная версия 2,5 GT обладает мощностью 256 лошадиных сил. При этом крутящий момент 350 ньютон-метров. Разгон с нуля до 100 километров занимает уже 6,2 секунды. Ну а расход топлива в смешанном цикле 10,6 литра. Максимальная скорость 245 километров в час. В паре с двухлитровым мотором предлагается новейшая разработка Subaru безступенчатый цепной вариатор Эллинеатроник. Кстати, версия с атмосферным мотором 2,5 предлагается исключительно с этой трансмиссией. Мы пытались выяснить, что это такое. С помощью наших исследований мы выяснили, что цепной вариатор на 5% эффективнее ременного. Таким образом, мы имеем целых три преимущества нашего Эллинеатроника. Во-первых, компактность и небольшой вес. Во-вторых, высокая надежность. И в-третьих, наверное, самое важное – это экономичность. Сейчас мы уже внедрили Эллинеатроник на модели с двигателями объемом 2 и 2,5 литра без турбины. Но уже в ближайших планах сочетание Эллинеатроника с оппозитным дизельным двигателем «Боксер» и самым мощным мотором объемом 3,6. Кроме того, возможно, данная разработка будет внедрена и на другие модели Subaru. Но пока что мы внедряем их на самые популярные варианты двигателей и ждем реакции потребителей. Если она будет положительной, тогда мы будем ставить наши новые вариаторы в паре с турбированными моторами и моторами 3,6. Подобное решение впервые применяется на полноприводном легковом автомобиле. Вместо привычного металлического ремня в механизме передачи крутящего момента используются цепи. Кроме того, для снижения сопротивления масла при смешивании в возникающем вариаторе конструкторы решили сместить первичный шкив относительно коленвала, что в итоге также привело к меньшим потерям и в результате к лучшим показателям поэкономичности. Кроме того, несмотря на компактность всей конструкции, диапазон передач достигает передачного соотношения 6,3. Имеется также шестиступенчатый режим ручного управления, который позволяет фиксировать передаточные отношения в определенных точках. Но самое главное, что вариатор, говоря современным языком, не должен тупить, в отличие от автомата. В режиме ручного переключения быстрота отвлека достигает 100 миллисекунд, что вполне достаточно для спортивного стилевождения. Еще одно новшество «Легаси» — теперь двигатель крепится к кузову через подрамник с помощью специальных подушек-капот. Таким образом, инженер убивает множество зайцев. Это и снижение шумов и вибраций, и больше жесткость, и улучшенная информативность рулевого управления, поскольку передняя подвеска также крепится к подрамнику. И, наконец, повышенная безопасность при столкновении, в случае чего двигатель предсказуемо смещается вниз, минуя салон автомобиля. На трассе же различия между автоматом и вот этим новым субаровским вариатором чуть меньше. Когда начинаешь набирать скорость, например, со 100 километров и дальше, слава богу, здесь немецкие дороги это позволяют делать, то здесь все-таки наступает некая пауза, и видно, что мотор начинает работать с довольно повышенных оборотов, после этого происходит переключение. То есть вот того эффекта моментальности, быстротечности, быстрого срабатывания, которые есть на малых скоростях, здесь вот с этим новым вариатором не ощущается. Подведем итог нашего первого знакомства. Новые технологии, обновленные, строгие, но в то же время просторный и стильный интерьер все это, безусловно, привлечет покупателя, если, конечно, его не спугнет цена. Так что заключение о презренном металле. Стоимость японской техники всегда была завязана на курс йены. Сегодня за «Легаси» в самой доступной комплектации, двухлитровым мотором и шестиступенчатой механикой попросят 1 миллион 199 тысяч рублей. Версия с «Лениатроником» дороже на 58 тысяч. Вариант с мотором 2,5 литра возможен только с коробкой «Лениатроник». Цена начинается от 1 миллиона 362 тысяч рублей. Долгожданная «Легаси» GT с турбомотором 2,5 литра в сочетании с пятиступенчатым автоматом стоит уже 1 миллион 698 тысяч. Продолжение следует... Продолжение следует...